После инцидента на прошлой неделе официальный Минск предупредил Литву, что в следующий раз не ограничится только нотой протеста, а может и воспользоваться собственными системами ПВО и сбить самолет-нарушитель. В нашей стране факт нарушения не отрицают, но и не придают ему большого значения. Летательным легкомоторным аппаратом управлял гражданин Дании, а его залет в воздушное пространство соседей – обычная человеческая ошибка. «Очевидно, то, о чем мы говорим, связано с гражданским самолетом, и это действительно не могло предоставлять угрозу ни для кого. Однако это совершенно не оправдывает нарушения воздушного пространства, если они действительно имеют место». Литовские дипломаты ответят на ноту, а инцидент будет тщательно расследован, добавил министр. Самолет углубился на белорусскую территорию на 8 километров, а через три минуты развернулся и покинул воздушное пространство соседей. Нарушение произошло как раз неподалеку от строительной площадки белорусской АЭС, воздушное пространство над которой защищают системы противовоздушной обороны. Денис Тарасенко, Андрей Танин, Аудрис Андреяускас, Первый Балтийский канал.